У меня все время все как-то странно, все не слава богу. Блин, может быть я неправильно что-то намешала? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и настал тот долгожданный день, когда я снова буду красить свои волосы. За последнее время очень много красок мы уже перепробовали на разных процентах, и вспоминая, оборачиваясь назад, мне, честно говоря, больше всех, по цвету понравилась итальянская краска Mood в номере 1271, вот она нам. Мне понравился ее чистый блонд, реально чистый блонд, и когда я только покрасила, прям никакой желтизны не видела. Единственный момент, что я красила на 6%, хотя это осветляющая серия 1271, и она должна краситься на 9 или на 12%, ну мы берем минимум на 9%, то есть тоже этой же марки я беру такую оксид 9%. В прошлый раз я покрасила на 6%, он был хороший вначале, но потом, когда начал смываться, опять начала проступать желтизна. В последний раз я красила лондой, был какой-то красивый номер 1289, по-моему, но я покрасила на 6%, и мне не понравился тот пепел, который вышел. Но девочка, которая красит все время этой краской, спросила у своего мастера, и мастер сказал, что это тоже осветляющая серия 1289, если я не ошибаюсь, тут 12, а 89 или там 87, не помню, там разные оттенки, они тоже красятся на 9%, и есть существенная разница, если вы красите на 6% или вы красите на 9%. Если красить на 6%, то как раз-таки выходит вот эта синева и так далее, то, что не нравится там, да, мне в цвете. А если красить на 9%, то как раз-таки вот эта вот синева, которая там, да, то она как раз-таки идет на нейтрализацию желтизны, вместо того, чтобы давать пигмент какой-то ненужный. Поэтому сегодня, кстати, краска Лонда мне очень понравилась, после нее волосы реально очень мягкие и классные. Но, так как я помню прекрасный цвет этого мута, я помню, что я им была реально восхищена, он реально такой чистый, жемчужный, красивый, и прям заиграл я. И давно я хотела притонировать всю длину волос свою. Поэтому сейчас у меня осталось полторы краски, сейчас я возьму половинкой, подкрашу свои корни, попротягиваю на 9%. Потом на 3%, один к одному, я пройдусь по всей длине. Хочу красивый оттенок весь вот тот. И посмотрим, что у нас получится. Попросила мою драгоценную мамочку помочь мне. В прошлый раз она так хорошо прокрасила мне корешки сзади. В индустрии перчатки брала. У мамы начали сжечь пальчики. И она говорит, ничего себе ядрененькое. Я говорю, ну 9-ый оксид. Маленькие. Вот надо было тем не одеть. Ну снимайте. На, одевай. Только надевай. На, одевай просторные. Я говорю, мам, покрась мне всю голову. А то так классно сижу. Сижу и думаю, как хорошо, когда есть мама, у которой руки растут из того места. Не всегда же все могут нормально покрасить. Не уверена. У меня мама сама себя красит на самом деле всю жизнь. Да, мама? Да. Ну, редко, когда ходила там в салон на осветление, когда меняла цвет волос. А так выбирает себе краску одну, постоянную красит. Вот когда была черная, ты чем красилась, кстати? Я помню, гамма старая краска. Гамма, лонда. Лондой тоже красила, да? Что тебе больше нравилось? Зачем? Гамма, она профессиональная была? Чем дешевле, тем лучше. Гамма? Нет. Обычная краска. Мама говорит, чем проще, чем дешевле, тем лучше. Чем черный цвет красилась. А черная запрашивается. Любую краску легко. Черная на черной. Тем более седых тогда еще не было особо. Потому что проблем не было. Любую краску бери, да? Да. Подешевле. И все. А блондом сейчас она красит гаранье. Как называется? Белое солнце? Белое солнце. А номер не помню? Десять. Номер десять. Вот гаранье красит сейчас им. Дала мне, кстати, экспериментировать. Но я чуть не хочу ей красить. Мне кажется, я уже красила. Надо поискать видео. Я уже пробовала ей красить. Ну, не мою. Я привередливая. Мне нужны там солнечные оттенки какие-то. Это, да? Ну, вот кто мою маму видел цвет ее, то можете посмотреть. Да. Я еще выбрала краску, чтобы было доступно покупать. Потому что я помню, что везде была, да? Да. Долгое время я ездила за краской в какой-то специальный магазин для профессионалов. Не всегда она была в наличии. Целое дело, в общем. Ну, да. Вот эта краска, кстати, которую ты у меня красишь, и она у нас в индустрии красоты только продается. Девочке, кто спрашивал. Ее тоже не везде можно найти. Я тоже, ну, не люблю, конечно, такое. Ну, что дело. Придет. Ну, поэтому я вот сейчас выбрала краску, которую покупала в пятерочке. В гарни, да. В пятерочке. По доступной цене. Она меня полна. Сколько она стоит в гарни? Да, рублей 140 где-то, по-моему. И там 60 миллилитров, да, по-моему, идет? Наверное, да. А в этой краске больше чуть-чуть в мут. Ну, там обыкновенный тюбик, обыкновенная такая. Ну, мы знаем все, как выглядят такие краски. Ну, что, я покрасила корни, уже смотрю. Высветляется все, как мне нужно. Красивенько. Сейчас похожу так 10 минут, наверное, буквально, и начну по всей голове проходиться на троличке. Слушайте, у меня все время все как-то странно. Все, не слава богу. Сейчас покрасили на девятке корни. В общем, они там осветляются. Прошло 15-20 минут. Я затонировала всю длину. Цвет сразу изменился. Он стал каким-то холодным, голубым. Я не знаю. Ну, вот как бы вот, смотрите, да. А корни, как видите, желтые. Ну, как бы это хорошо видно сейчас. Единственное, что у меня оставалась еще краска. То есть, как я намешала? Думаю, блин, может быть, сейчас так окрашу. Думаю, ой, сейчас будет мой идеальный цвет. Сейчас все сравняется. Супер-пупер. Буду такая счастливая. Потом такая смотри, думаю, что-то, я не пойму, что. Думаю, блин, может быть, я неправильно что-то намешала. А я, у меня оксид был старый, там полтора процента, один и девять процентов. И там плохо закрывалась крышка. Я говорю, мам, ничего страшного, что крышка открытая? Она говорит, да вроде ничего страшного, ничего не должно быть. И я думаю, ну и ладно. У меня оставалась, значит, краски уже намешанной на девяти процентов. Отсталось отсюда. Я наливаю туда 50 миллилитров краски. Наливаю 50 миллилитров оксида один и девять. Ну, думаю, сейчас все перемешается и получится нормально. Я не знаю, короче. Ну, краски там, ну, осталось, ну, нормально. Так, я не знаю, 25 грамм, 20, может, осталось краски. Короче, я вот все это нанесла, вот что получается. Мне уже становится страшно, что опять у меня... То есть у меня вот нет четко, четко развела красочку, четко все сделала. Нет, я откуда-то что-то там налью, залью, перелью. И вот потом фигня получается какая-то. Я надеюсь, все будет хорошо, но мне страшно. В общем, прошло у нас 45 минут на корнях и 35 минут по всей длине. Здесь я делала, еще раз повторю, один к двум на девяти процентов. Здесь я делала, ну, как бы по идее, один к одному на трех процентах. Ну, там должно было в среднем получиться где-то 3-3,5 процента. Ну, в общем, посмотрим. Все, иду смывать. И, кстати, где-то я слышала, что нельзя пользоваться восстанавливающими масками или восстанавливающими шампунями после окрашивания, осветления особенно. Что-то там с чешуйками становится. Ну, я не помню, но вот где-то я это слышала. Поэтому я сейчас обычной шампунькой помою и обычным бальзамом. А восстанавливать потом будем. Еще, кстати, хотела сказать, что не первый раз слышу уже от девочек, что после того, как мы помыли голову, продолжается еще реакция. Поэтому хорошо использовать после окрашивания специальные шампуни, которые приостанавливают реакцию. Есть такие специальные после окрашивания шампуни. А если более бюджетный вариант какой-то, да, то вроде как уксусом даже просто промывали. Там какой-то маленький раствор уксуса для закрепления и нейтрализации вот химической реакции. Вот такое дело. И даже слышала, одна девочка рассказывала, что одну девочку... Девочка рассказывала, что одну девочку покрасили в салоне. Все было прекрасно. Она вышла, все было прекрасно. А когда она на следующий день проснулась, то у нее волосы были желтые. Это значит, что была реакция продолжалась какая-то. И вот что-то такое. Первый раз такое слышала. Ну что, помылая волосы. Пока немножечко проглядывается желтенького, как всегда. Ну, в общем, посмотрим, что там по длине получилось. Я вообще не представляю, что там получилось по длине. Думала сначала вам не показывать, потом посушить, показать уже. Но вот я сейчас просто смотрю, насколько желтые корни и насколько по длине охладился цвет. Мне кажется, что когда я красила на шестерке корни, тогда этой же краской один к двум, по-моему, не было такого желтизны. Либо просто не было такого контраста. Потому что по длине они у меня так не охладились в прошлый раз. Короче, сейчас посушим, посмотрим. Ну что, знакомьтесь, мой новый цвет волос. Ну, не новый. В общем, камера передает не все, если честно. Поэтому я расскажу. По длине шикарнейший цвет получился. Он плавно переходит в корни. Корни, конечно же, немного желтоватые, как обычно. Но это не страшно. И здесь, вот именно в этой краске, сочетается все очень круто. Ну, честно. Единственное, что, допустим, я замечаю, что девятка и шестерка процент на этой краске абсолютно не важен. У меня на шестерке было, ну, было то же самое. То есть, тоже немного желтоватый, немного пепельного. В общем, красиво сравнивается. То есть, не обязательно сжечь свои волосы на 9%, как я это сделала сегодня. По длине офигенно все легло, но чуть-чуть все равно холодновато, а мне хочется чуть-чуть теплее. Вот капельку, знаете, вот прям вот капельку. Чисто вот, знаешь, может быть, и не все визуально заметят, но я замечу. И это появится именно тогда, когда я помою голову пару раз. Тогда будет вообще идеально все. Но сейчас мне нравится, и при дневном свете все офигенно. Эта краска мне очень нравится, на самом деле. Я вот ей крашу уже второй раз. Еще ей красят сестра Кристины. Вот, цвет реально очень красивый. И мама, кстати, сзади мне покрасила. Давайте посмотрим. Реально очень красивый, чистый блонд. Так что, кому нужен блонд, пользуйтесь, попробуйте эту красочку. И, кстати, многие спрашивали, где я беру. Я ее беру только в индустрии красоты. Больше я не знаю, где она продается, если честно. Может быть, в интернете можно заказать. Стоит она около 500 рублей, плюс-минус. Все, мои хорошие, люблю, целую. Наблюдайте новые видео с красивым блондом. Тебе нравится, мам? Нравится. И мне. Реально красивее все. Поехали. Я специалист смущу энергии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok